В эфире городские новости в студии Валерия Отинова. Здравствуйте! Согласно программе социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы, социальную сферу республики ожидает постепенный переход на стандарты Российской Федерации, что, в свою очередь, предусматривает повышение уровня социальных выплат и совершенствование нормативно-правовой базы в этом важном сегменте общественных отношений. В программе социально-экономического развития республики на 2022 год уже предусмотрено повышение 11 из 14 видов социальных пособий по 27 категориям, что в общей сложности составляет более 121 тысячи получателей. Я хотела бы отметить, что вот эти выплаты стабильно осуществляются в республике и постоянно изыскивается возможность для того, чтобы увеличивать их размеры. Вот в плане социальных пособий здесь приоритет, конечно, семьи, в которых воспитываются дети. И в республике действуют и принимаются нормативно-правовые акты, которые направлены на поддержание и сохранение семейных ценностей, на приоритет семейных форм воспитания для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на поддержку материнства и детства. Вместе с тем, семьи, воспитывающие детей – не единственная категория, требующая особого внимания со стороны государства, считают в Министерстве труда и социальной политики республики. На учете в Управлениях труда и социальной защиты населения городов и районов республики состоит почти 122 тысячи инвалидов, которые проживают на территории нашей республики. Им выплачивается как пенсия по инвалидности, так и государственная социальная помощь инвалидам, которые не имеют права на пенсию по инвалидности. Выплачивается государственная помощь детям инвалидам, инвалидам с детства. Выплачивается пособие по уходу за инвалидом первой и второй группы вследствие психического расстройства. По качеству и количеству социальных гарантий мы стремимся к стандартам Российской Федерации, в том числе и при поддержке семей с детьми. И мы надеемся, что в ходе реализации программы социально-экономического развития мы этого достигнем. От замены ламп в уличных светильниках до создания праздничной атмосферы в Харциске накануне Нового года, когда необходимо установить в городе елку и украсить ее гирляндами ярких огоньков. Уже много лет подряд такие задачи решает коммунальное предприятие «Харциск Горсвет». Освещение Харциских улиц в темное время суток, техническое обслуживание светофоров, установка и ремонт дорожных знаков, пешеходных ограждений и много чего еще также входит в сферу деятельности предприятия. Тему продолжит Ольга Авилкина. На последнем аппаратном совещании в городминистрации, которое прошло в формате видеоконференции, директор Харциского горсвета Виталий Ликчилин предоставил отчет о работе предприятия за неполные 11 месяцев. В этом году было заменено более тысячи сгоревших ламп. 330 из них – лампы накаливания, 239 – натриевые и 883 – энергосберегающие. От невмеру разросшихся веток было расчищено более 17 километров линий электропередач. Для этого пришлось укоротить крону 450 деревьев. Санитарной обрезкой, омоложением зеленых насаждений, а также валкой деревьев тоже занимаются бригады горсвета. В этом году под корень пришлось спилить 43 аварийных зеленых исполина, причем не только в Харциске. Проводились работы в Троицко-Харциске, поселке Шахтам, поселке Шарокий, поселке Зуевка – это балансовые линии. А также договор в городе Зурысь. Еще запланировано на декабрь ремонтные работы по восстановлению наружного освещения по периоду Уринского. Окончание работ запланировано до 20 декабря. За исправностью пешеходных и транспортных светофоров также следит Харциск-Гурсвет. Замена светодиодных линз, ремонт контроллеров, установка дорожных знаков и монтаж стоек для бригад предприятия – рутинная работа. В этом году было отремонтировано 10 пешеходных ограждений и 31 дорожный знак. Смонтировано 14 дорожных стоек и 39 дорожных знаков. Проблемных вопросов нет. На зимний период произведен запас горюче-смазочных материалов, необходимых для бесперебойной работы предприятия на первом этапе, на 5 дней работы предприятия. Зарплата по предприятию выплачивается в полном объеме, задолженности нет. По налогам, по ЕСВ, задолженности нет. В ненастную ветреную погоду работы всегда прибавляется. Бригады Харциск-Гурсвета устраняют последствия коротких замыканий и обрывов на линиях наружного освещения, с тем, чтобы с наступлением сумерек на городских улицах зажглись фонари и светильники. За 7 минувших лет уже около трети миллиона жителей ДНР получили российское гражданство. Многие из них успешно оформили полисы обязательного медицинского страхования, гарантирующие получение бесплатной медицинской помощи. Но если раньше оформить полис ОМС можно было лишь на территории РФ, то теперь эту услугу довольно просто получить никуда не выезжая в местном отделе ЕРЦ. В отделах Единого регистрационного центра организован прием заявлений у граждан РФ, проживающих на территории ДНР, на оформление полиса обязательного медицинского страхования, как для себя, так и для своих несовершеннолетних детей в качестве их представителей. Полис обязательного медицинского страхования – это документ, гарантирующий гражданам РФ бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями на всей территории РФ при наступлении страхового случая. Оформить документ на ребенка, не достигшего возраста 14 лет, могут его родители или другие законные представители несовершеннолетнего, имеющие соответствующие документы, разъяснили в Минюсте. Гражданство ребенка также необходимо подтвердить документально. Паспорт гражданина Российской Федерации одного из родителей, в котором внесены сведения о ребенке. Свидетельство о рождении при наличии штампа о гражданстве на обратной стороне. Заграничный паспорт ребенка при наличии. Для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина РФ, выданное на период оформления паспорта, СНИЛС, паспорт законного представителя несовершеннолетнего ребенка, документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Для граждан Российской Федерации свыше 18 лет необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина РФ, выданное на период оформления паспорта, СНИЛС. Так уж исторически сложилось, что гараж у нас это не только место для хранения машины. Для многих мужчин гараж это и собственный автосервис, и склад запчастей, а порой и слесарная или столярная мастерская. В общем, место, где хранится много нужного, а порой и не очень-то нужного, но ценного инструмента и оборудования. Так что, если гараж не заброшенный, то в нем обязательно найдется чем поживиться. Так, скорее всего, размышлял один мелкий злодей, который совершил недавно целую серию гаражных краж в Зугрессе. Оперативники Зугрессского отдела полиции задержали мужчину, который подозревается в серии краж на территории гаражного кооператива. Им оказался 34-летний житель соседнего Тереза, ранее уже судимый за аналогичные преступления. Следствие установило, что злоумышленник довольно умело взламывал замки гаражей и выносил оттуда автомобильные шины, инструменты и прочие ценности. Часть похищенного он уже продал, часть оставил себе для личного пользования. В настоящее время доказана причастность подозреваемого к четырем кражам. Возбуждено уголовное дело. Гаражному вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Харцизский технологический техникум успешно прошел процедуру лицензирования по дополнительным рабочим профессиям. По мнению коллектива ХТТ, этот шаг уже в ближайшее время поможет ликвидировать дефицит кадров на некоторых предприятиях республики. Харцизский технологический техникум – одно из немногих учреждений среднего профессионального образования республики, который сегодня располагает действующей программой развития. Специалисты ХТТ регулярно в плановом порядке проводят мониторинг рынка труда ДНР. После досконального изучения текущего состояния дел в техникуме было принято решение подготовить обоснование, а это довольно внушительный пакет документов, и пройти процедуру лицензирования по дополнительным рабочим профессиям. Мы представили на лицензирование 22 профессии. По профессиональному образованию это 5 профессий. Это дневная форма обучения, которая обучается на базе 9 классов 3 года и на базе 11 классов 1 год. Это электрослесарь по ремонту оборудования электростанций, слесарь по ремонту оборудования электростанций, электромонтер по техническому обслуживанию электростанций сетей, сварщик ручной частично механизированной сварки на плавке, мастер слесарных работ. По окончании будут получать диплом и свидетельство рабочих профессий. Помимо профильного образования в ХТТ сегодня предоставляют возможность пройти профессиональное обучение, первичную подготовку, переподготовку, повышение квалификации. По целому ряду специальностей. На прошлой неделе лицензирование прошли 17 профессий. Крайне востребованы специальности различные для энергетики, региональных сетей. Поэтому мы также открыли ряд профессий, которые учебные заведения у нас не готовят в республике. В список профессий, которые прошли лицензирование, вошли и такие востребованные специальности, как электромеханик по лифтам и электрослесарь по ремонту электрических машин. Для гарантированного трудоустройства своих выпускников Харцизский техникум уже заключил соответствующие соглашения с рядом предприятий республики. Харцизский техникум имеет серьезные и мы усовершенствуем и расширяем номенклатуру подготовки по трем основным направлениям. Это машиностроение, это металлургия, сварочное производство, ну и электротехника, энергетика. Ну а также у нас есть специальности для девушек в основном, ну и ребята там учатся. Это документоведение и архивоведение. Вот в этом направлении мы и сейчас работаем и будем продолжать. Останавливаться на достигнутом не в правилах ХТТ. Педагогический коллектив, помимо учебно-воспитательного процесса, который с понедельника возобновился в очной форме, занят сбором очередного пакета документов, которые потребуются для получения лицензии по очередному списку рабочих профессий. Рассмотрение заявки должно состояться весной следующего года. Что ж, Харцизский технологический техникум последовательно проводит политику максимального расширения своих возможностей и во многом благодаря именно такому подходу уверенно удерживает лидирующие позиции в республике среди учреждений профессионального образования. Коллективу ХТТ так держать. Всем хорошего настроения и до встречи на канале ТВ Сфера. Субтитры подогнал «Симон»!